Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. По какой причине человек может привязываться к противоположному полу? Достаточно ловить взгляд фактичного мужчины и увидеть его пару раз случайно, автоматически начинает мысли, что он специально это делает, мол, он влюбляется. Сама начинаю к нему привязываться как дура, уже постоянно так. Потом, поняв, что это самовнушение, впадаю в депрессию. И сколько бы раз этого не случилось, никак не извлеку из этого урок. Хотел бы взять и выкинуть эту надежду в мусорное ведро и жить дальше. Смотря с тем, что я на самом деле никому не нужна. Просто это состояние нужности и эйфории не хватает, этого состояния не хватает. И ничем не могу эту пустоту заполнить, когда происходит подобное внимание со стороны, сердце начинает биться по-другому и жизнь становится другая. Как смириться с тем, что я не нужна им и они живут своей жизнью? Как перестать это делать, если эмоции и мысли меня не слушают? Разум в одном направлении, а дела в другом. Как будто во мне две личности, один день думал об одном, второй день абсолютно противоположен. Смотрите. Ситуация здесь заключается в следующем, как мне кажется. Ваши чувства, которые вы испытываете, так скажем, вот эта вот необходимость, потребность быть нужной. С одной стороны, нормально. С другой стороны, для вас, по-видимому, связано с болью. Для вас, по-видимому, это связано с, ну, так скажем, негативом. То есть здесь имеет место быть, такой, знаете, определенный негатив и определенный элемент, как мне, кажется, боль. То есть тут вот этот аспект присутствует. И я бы рекомендовал, с одной стороны, вот то, что вам именно больно, то, что связано с болью, с негативом, с негативом, прожить, потому что вы, как мне кажется, да, не сталкиваетесь с этим. Ну, то есть вот эмоционально, как бы вы с этим не сталкиваетесь, эмоционально вы в какой-то степени убегаете от своего проживания ненужности, как бы. Вы бежите, я пято. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, задачей может быть научиться быть, научиться быть, научиться быть нужной, так, как, в общем-то, для вас, естественно. Так, как для вас, в общем-то, нормально. то есть, делать что-то, например, да, для людей, для мужчин. отдельным пунктом, пожалуй, здесь идет то, как вы себя воспринимаете без мужчин, чего вы хотите, то есть, ну, просто вот, что вам нужно, да, в чем вы нуждаетесь. Вот. То есть, это ведь не просто желание быть нужной, как вы говорите. Желание быть нужной, это одно, но есть, очевидно, есть. И что-то еще в этом. В вашем, ну, вашем желании быть нужной. Есть какая-то еще история. Вот. То есть, вы это делаете именно из-за такого, ну, ощущения, из чувства, что вы не нужны. А откуда вы взяли, почему вы решили, что вы не нужны, да, то есть, почему для вас, вот, в какой-то момент встала вот эта проблема, проблема ненужности, или, наоборот, ненужности мужчинам. Вот. Вряд ли это возникло из ниоткуда. Вряд ли это возникло из пустопии. Да. Поэтому, на мой взгляд, обратить внимание нужно именно на эти аспекты. И не смиряться с тем, что вы не нужны, потому что это история про подавление себя, как мне кажется. А учиться в этом смысле как бы проявлять свои разные качества. Проявлять свои разные стороны. проявляться. например, свои разные стороны проявлять. Это, в общем-то, было бы очень вам, как мне кажется, полезным. и вы бы так в какой-то степени смогли бы приблизиться к лучшему пониманию, к лучшему чувствованию себя, своей, так скажем, энергии, вот, своей ценности, которую сейчас, в данный момент, вы не ощущаете. в силу того, что вся ваша энергия нацелена на то, чтобы понравиться мужчинам, например, чтобы быть, с мужчинами, например, да, чтобы почувствовать себя женщиной и так далее. То есть, на мой взгляд, вот, то, что вы описываете, да, на мой взгляд, эта история немножечко, она не про вот то, что, ну, не про то, о чем вы говорите, как мне кажется, а эта история именно про, ну, понятно, что про вашу попребность, да, что эта история про ваше желание, это само собой, разумеется, как бы, вот, но важно увидеть, о чем, как бы, конкретно идет речь, да, вот, потому что, если этого не делать, то можно, как мне кажется, можно довольно легко себя потерять, вот, необходимо вам, как вот, мне кажется, учиться и на себя опираться в этом смысле, то есть опираться на то, что вы чувствуете, на то, что вы хотите, на то, там, допустим, какая вы, и так далее, это, в общем-то, вопрос, запрос на психотерапию, вообще, ну, если так вот, и данный, данную проблематику лучше всего решать в контексте именно, вот, психотерапистической модели, не в контексте, вот, том, который, который, вот, вы выбрали сейчас, а именно, именно в контексте психотерапии, вот, естественно, если вы этого хотите, если вы в этом заинтересованы, вот, вот, как-то, как-то так, я бы, я бы ответил вам на вопрос, то есть, мне кажется, что, смиряться вам ни с чем не надо, вот, искать себя и изучать себя, исследовать в этом смысле себя, на мой взгляд, идея куда лучше, чем то, что вы, ну, себе, то, что вы себе предлагаете, поэтому, конечно, вам выбирать, вам решать, вот, вне всякого, вне всякого сомнения, вот, но, со своей точки зрения, как, вот, специалиста, да, как, как, психолога, как человек, который, вот, имеет, какой-то опыт, работает с, такой, проблематикой, мой ответ, в этом смысле, совершенно однозначно, и, мне кажется, что, честно говоря, по-другому нельзя, вот, но я, понимаю, конечно же, что, у вас может быть свое мнение, я понимаю, конечно же, что, ну, что вы можете думать по-другому и так далее, но предлагаю вам хотя бы поразмыслить, что ли, в таком, в таком контексте и посмотреть, откликнется ли вам это, ну, идея такая, откликнется ли вам такая точка зрения, такая, такая позиция, ну, просто посмотреть, да, ну, просто посмотреть, без обязательной необходимости это, ну, там, допустим, применять, вот, никто никого не доставляет, ни в коем случае, никто никого не доставляет, вот, просто вот, посмотрите, как-то вот в этом направлении, да, и подумайте, а хотели бы вы, да, вот, вот как-то так, на этом все, я надеюсь, что мой ответ вам был полезен и интересен, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, да, позволит вам двигаться вперед, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.